Ребята, после того, как мы разберемся с мамой длинные руки и ноги, проходим дальше, поднимаемся на самый верх, напротив двери будет лестница и справа будет телевизор, а внизу будет валяться видеомагнитофон и также столик, который почти упал. Если мы немножко назад отойдем, вот рядом между лестницами на лестничной площадке, будет кассета еще одна, я ее пропустил, давайте попробуем послушать ее. Влог, код 08502, в отношении эксперимента 1-006, прототип. На этой неделе произошел серьезный инцидент, в ходе которого он чуть не нарушил режим сдерживания. Прототип, по-видимому, разобрал цифровой будильник в своей комнате и использовал батарею вместе с несколькими другими компонентами для создания лазерной указки, из которого он затем выстрелил в камеру видеонаблюдения, отключив ее. Это дало ему 28,3 секунды полной свободы действия. Как только функции камеры восстановились, комната оказалась пустой. Один специалист по наблюдению вошел в комнату, чтобы убедиться в его отсутствии. Однако, открыв дверь, она поняла, что прототип спрятался в одной из слепых зон камеры. Прототип попытался сбежать через открытую дверь. Однако, другой специалист по наблюдению смог дистанционно запереть дверь, несмотря на то, что коллега все еще находился внутри. Имеется один несчастный случай. Прототип, похоже, обладает небывалым уровнем интеллекта, превосходящим всех остальных испытуемых, а также вызывающая тревогу готовность к насилию. Потребуются дальнейшие методы подавления, чтобы гарантировать, что другие эксперименты не разовьют эти качества. Эксперимент 1.1.7.0 Хаги-Ваги остается оптимальным результатом, благодаря достаточному интеллекту в сочетании с максимальным послушанием. Конец влога. Это была седьмая кассета, которую я пропустил, к сожалению. У меня есть видеоролик, где я озвучил все шесть кассет. Ты можешь посмотреть ее по ссылке в описании, либо же в подсказке вверху справа. Вот. Спасибо за просмотр. Также чуть позже на канале Дориди выйдет видеоролик, где я все кассеты озвучиваю. Все семь, я как понимаю. Если есть еще какие-то секретики, обязательно пишите в комментариях. Я обязательно прочитаю. Также мне попросили проверить, что будет, если я не нажму на рычаг. Наслаждайтесь, сейчас мы узнаем. Она просто нас ловит. Также мне просили составить из всех золотых фигурок слово прототип. Но я не знаю, как это сделать. Если взять заглавные буквы, то тут совсем другие буквы будут. Т, П, М, К, Г, Д, С, Б, Б. И прототип никак не составляется. Я не знаю, почему написали, что из фигурок можно составить прототип. Единственное, на монетке, то есть под игрушками, там вроде какая-то буква есть. Если посмотреть, то это как будто бы П, да? Но она не переворачивается до конца. То есть я не могу посмотреть, что написано внизу. Какая буква там выгравирована. Вот видите, вот тут тоже какая-то буква. Как будто бы тоже П. Здесь есть буква. Единственное, у Кисси Мисси там как будто бы ничего нету, никакой буквы. Это эксклюзив. Она как будто бы отличается. Заметьте, у всех внизу какая-то буква. И причем, по-моему, П. Везде есть П. Видите, везде есть П. А у Кисси Мисси нету букв. Возможно, это тоже что-то значит. У остальных везде есть буква П, как будто бы, да? Реально везде. А Кисси Мисси какая-то уникальная. У нее внизу ничего нету. Что бы это могло значить? Может быть, она не прошла какое-то чипирование. И она как бы отличается. Поэтому она на нас не накинулась, а просто открыла нам ворота. Она реально отличается от всех остальных. Давайте попробуем как-то взять статуэтку. Может быть, ее можно как-то повертеть. Допустим, если я возьму и... Она сразу ко мне притягивается. То есть, потом я нажимаю табуляцию. И уже сейчас можно ее изучать. Я никак не могу посмотреть, что там под низом. Там буква П, и все. Там просто буква П. И причем под каждой из статуэток, как я вам и показывал. Ее нельзя повернуть и полностью посмотреть, к сожалению. Также меня просили проверить, что будет, если я не буду освобождать Поппи. Что я могу здесь сделать? Во-первых, я не смогу попасть вот сюда. Никак не смогу прыгнуть вниз. Не смогу дотянуться до открытия дверей. То есть, в принципе, мне выход закрыт. И, видимо, только с помощью каких-то модов или программок я могу там оказаться. Но просто так вниз никак не спрыгну. Даже на киси-миси. Подожди, я как будто бы схватил. Ой, я ее схватил! Слушай, смотрите. Я киси-миси подтягиваю. Ну-ка, а я могу на кнопку нажать? Я могу ее схватить. Она упала. В общем, ничто не произойдет. Тут есть рычаги, за которые можно потянуть. Давайте попробуем. Они никак не тянутся, ребят. Они никак не тянутся. Только я даже не знаю, к чему они привязаны. Они как будто бы ни к чему и не привязаны. Также есть вот такие рычаги. Можно их тоже, в принципе, потянуть. Но ничего не происходит. Тут есть два экрана. И так. И сюда, мне кажется, какую-то карточку нужно вставить, чтобы все это заработало. Именно вот отсюда, наверное, управляют поездом, наверное, либо же вообще аттракционами. В общем, ну тут все не работает. И нужно обязательно освободить Поппи. И только потом она откроет дверь. Вот эту. Можете смотреть. По-другому вы никак не попадете. Я проверял. В любом случае, надо ее освобождать. Вот она уходит. И нам сейчас откроет дверь. Видите? Только после ее освобождения мы сможем пройти дальше. Также писали, если ты соберешь все золотые фигурки, можно попасть в какую-то секретную дверь. Я здесь везде обошел. То есть, я и там все посмотрел, где за нами гналась маме и длинные руки и ноги. Также я пришел на эту станцию. То есть, вот здесь мы последнюю фигурку золотую собираем. Везде здесь посмотрел. Нету никаких секретных дверей. Вот. Единственное. Знаете, где была дверь? Получается, если посмотреть вот с этой стороны, если мы подойдем к поезду, получается, за вагонами есть вот такая вот дверь. Но тут огорожено все кубиками, и туда я попасть никак не могу. Если мы... Давайте сюда попробуем зайти. Тут можно, конечно, походить, но ты в любом случае туда не попадешь. Ты никак не спрыгнешь. Здесь можно походить по трубам. Никакой секретной двери я не видел и не знаю. Если все-таки ты знаешь, напиши, на каком моменте ты заметил секретную дверь. Ты никак туда, видишь, не попадешь. Сейчас мы спустимся тоже. Тут можно просто побегать, пошариться. Но там тоже нет никаких дверей. Я все это обходил, ничего такого не замечал. Спускаемся с горки. И здесь только одна дверь, которую мы открываем. Тут все огорожено кубиками. Туда не попасть. Тут ты бабушка. Кубики никак нельзя убрать, никак не пролезть сквозь них. Между ними никак нельзя пролезть. Тут тоже все огорожено. Там нету никакой двери. По сути, у нас только есть поезд, на котором ты уезжаешь. Вот там дверь, вот за этими кубиками есть дверь. Но как туда попасть, я не знаю. Смотрите, тут вроде как есть проход. Но, видите, ты не попадешь туда. Ты даже до кубиков не доходишь. Нельзя туда никак попасть. Вот, я вот пытаюсь идти, видите, я туда уже не могу идти. И поэтому в ту дверь мы никак не попадем. Если только с помощью каких-то программок можно посмотреть и попробовать. А так, никакой секретной двери нет. Мы только можем открыть дверь и уехать. Все, и уезжаем на поезде. Также, ребята, в комментариях писали, что будет, если не жать на рычаг тормозом, когда поезд будет разгоняться. Ну что ж, я вам покажу, что будет. Мы будем просто ехать. Я не знаю, давайте мы будем ехать, ну, допустим, минут пять будем ехать. Я просто это ускорю в раз десять, наверное. Чтобы вы поняли, что вроде как ничего не должно случиться. Я даже отойду сейчас. То есть, поезд будет ехать. Вот я даже сейчас не жму. Хотя мне просят, чтобы я остановил данный поезд. Мы куда-то едем, куда-то вглубь, далеко. А может быть, мы реально куда-то приедем. Может быть, там будет пропасть. Может быть, мы упадем за текстурки. В общем, сейчас мы узнаем, что будет, если лежать на рычаг тормоза. Ребят, ну, пока мы едем, я вас попрошу подписаться на канал AlexPlay. Это очень важно. Проверь, подписался ли ты или нет на канал AlexPlay. Нажми на колокольчик все уведомления. Это очень важно. Вот. Также я оставлю ссылочку на наш дискорд-сервер. Обязательно туда тоже подпишись. Там очень тебе понравится. Там есть много творческих разделов. Ты можешь там пошариться по нашему дискорду. Я думаю, тебе там понравится. Там очень здорово. Там есть раздел роли. Есть чати, где ты можешь початиться с другими игроками, с другими людьми. В общем, все для тебя сделано. Спасибо большое, Starlight. Это она постаралась. Спасибо тебе большое. Люблю тебя. Ты знаешь. Ну что ж, мы можем, в принципе, дискутировать минут 5-10. Мне кажется, мы можем час дискутировать. Мне кажется, можно сделать, знаете, 10-часовой видеоролик, где мы будем ехать на поезде, и ничего не будет происходить. Я больше чем уверен, что ничего не произойдет. Вот. Ну, чтобы убедиться, давайте я ускоряю данный видеоролик в 10 раз. Вот. Какую-нибудь музыку наложу, и у нас будет... В общем, 5 минут я буду записывать, и ускорю это в 10 раз. Посмотрим, что будет. Мне кажется, мы никуда не приедем. Всем пока. can We really enjoy intense, see. Мы начинаем updates, и we've lost suspicion. Мы начинаем делать. Мы начинаемウ仕掛け. Мы начинаем увEShips до coastal дороги. Мы начинаем Tutorialф2, чем преимолеть. Мы начнем играть. Мы ехали 5 минут, даже чуть больше, и ничего не происходит, плюс мы с вами говорили, мы, в общем, наверное, минут 8 уже едем, минут 7-8. Как видите, ничего не происходит, мы все едем и едем. Я думаю, хотите 10-часовой видеоролик, где мы будем ехать? Это надо постоянно разговаривать, наверное, с вами, пока мы будем ехать. Это сложно, наверное. Часовой ролик, где мы будем ехать и о чем-то говорить, только так, если... Я не знаю, ребят, нужно ли вам это или нет. Я знаю, раньше был формат популярен, где чувак 10 часов просто смотрел в зеркало, либо просто там на воду смотрел, или что-то такое, какой-то клип слушал. Сделать 10-часовой ролик, где мы будем ехать на поезде. Ооо, я даже не знаю, но это очень жесткий видеоролик. Но, не знаю, мне кажется, это бессмысленно. Ты хоть сделай, не знаю, хоть стрим 24 часа, то ничего не произойдет, ребят. Давайте тормозим. Все. На этом конец. Надеюсь, я вам показал, и вы будете знать, что ничего не произойдет. В любом случае, вам нужно будет нажать на тормоз, иначе вы будете ехать бесконечно. Да. Надеюсь, я вам помог, и вы не будете проверять данную теорию. Надеюсь, тебе понравился данный видеоролик, и ты поддержал его лайком. Меня также просили проверить, что будет, если пойти назад с мини-игрой с собакой. И что будет, если стоять на месте. Я смогу это проверить все в следующем видеоролике. Если у тебя есть еще какие-то идеи для создания видеоролика, для каких-то идей и теорий, обязательно пиши в комментариях. Ну, а с вами был канал AlexPlay. Обязательно подпишись, нажми на колокольчик все уведомления, и подписывайся на наш Дискорд-сервер. Всем до скорого, пока-пока.